И как обычно, время подошло к еженедельной 10-ти минутке общения с Майклом Бруком, начальником Бюро расследования несчастных случаев и автодорожных происшествий. Майкл, здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, Александр! Желаю всем здоровья, чтобы никто не попадал ни в какие неприятности, чтобы все были сильные, как наши спортсмены в Олимпийских играх. Но если, не дай бог, кто-то все-таки получил травму, я советую всегда позвонить ко мне, и я вас сразу же свяжу с адвокатом, который вас подробнейшим образом проконсультирует, и вы будете знать, на что вы можете рассчитывать. Итак, еще раз хочу напомнить свой телефон 718-256-5610. 718-256-5610. Майкл Брук, напишите свой мобильный, всегда носите с собой на всякий случай. Майкл, у каждого времени года свои проблемы. И у зимы это снег, гололед. А ведь все это частенько приводит к несчастным случаям. И вот в связи с этим наши радиослушатели задают вопросы. А если человек упал на льду, и при этом себе вдруг что-нибудь сломал, может ли это быть поводом для открытия дела? Есть ли тут виноватые? И можно ли кого-то за это судить? Или это так называемый форс-мажор, и винить нужно природу? Ответьте, пожалуйста. Существуют определенные нормы, определяющие, в течение какого времени владелец любой территории должен убрать снег, лед и обеспечить безопасность для пешеходов на своей территории. Так что всегда адвокат, когда сталкивается с кейсом, когда кто-то упал на льду или на снегу, то он запрашивает прогноз погоды и проверяет, когда был последний снегопад, и было ли достаточно времени, чтобы убрать этот снег или лед. Но очень часто бывает, что лед не является основной причиной, а только посленной. Бывает, что есть какая-то ямка или дефект, где скопилась вода, потом замерзла и образовалась уже ледяная, как бы такая, как маленький каток, где человек мало того, что зацепляется, еще и подскальзывается. То есть у меня таких случаев было довольно много, тогда уже не так важно, сколько времени было с прошедшего снегопада, потому что основная причина уже является не лед, а именно дефект тротуара, например. Приведу такой пример. Ко мне обратилась женщина, которая вначале позвонила, сказала, что она на льду подскользнул, сломала руку. Сразу позвонила в мою службу, я дал ей адвоката, тот послал на это место своего специального детектива, тот сумел получить видео, на котором было четко видно, как она упала и где конкретно она упала. И было видно, что этот лед, он внутри такой ямы, которую вовремя не починили. Поэтому лед в данном случае явился только сопутствующим фактором, и мой адвокат быстро и эффективно провел это дело и получил со страховки хозяина здания за неисправность за эту 300 тысяч для пострадавших. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, просто как можно быстрее звоните при любой травме, мой адвокат уже дальше вас проконсультирует и скажет, какие там шансы и что можно получить и так далее. Еще раз хочу напомнить свой телефон, 718-256-5610, Майкл Брук, напишите в свой мобильный, всегда носите с собой. Если нет под рукой, на любом интернете набирайте michaelbrook, одним словом, brook.com, и там есть все мои координаты. Да, ну спасибо за, как всегда, исчерпывающий ответ. А вот теперь ответьте, пожалуйста, Ольге, у нее свой вопрос. Пожалуйста, Ольга. Майкл, я шла мимо мойки, где моют машины. Там на тротуаре было разлито мыло, но я не заметила. Поскользнулась на этом мыле, упала и сломала руку. Можно ли кого-то за это судить? Разумеется, компания, которая владеет вот этим бизнесом по мойке машин, она отвечает. У нее есть специальная страховка, которая называется по английски liability или ответственность в переводе на русский язык. Она должна следить за безопасностью своей территории и вовремя убирать там мыло, любые жидкости, огораживать, если не может вовремя убрать и так далее. То есть поэтому, конечно, на мой взгляд, там явно они отвечают. Иногда бывает не так просто определить причину падения человека, но мои адвокаты всегда с этим справляются. Они запрашивают видео, они опрашивают свидетелей, находят. То есть они проводят целую исследовательскую работу всегда, чтобы точно выявить причину падения. Если есть хотя бы процент чьей-то вины, то тогда по страховке можно получить деньги. Я всегда даю вам адвоката, который подобные дела уже вел, у которого как бы уже большой опыт есть в данной конкретной ситуации. То есть если, допустим, человек падает там на каком-то определенном дефекте, то я стараюсь найти адвоката, который вел буквально аналогичный случай. И за мой 30-летний опыт работы у меня на каждую такую ситуацию есть адвокат. И это, как правило, залог успеха. Потому что если он уже один такой кейс выиграл, то он и ваш, скорее всего, выиграл. Приведу такой пример. Ко мне обратился мужчина, который упал недалеко от входа метро и сломал колено. Естественно, эта территория принадлежала городу, но город судить не так просто. Нужно не просто доказать, что есть дефект, а нужно доказать еще, что город заранее знал об этой неисправности, которая явилась причиной несчастного случая. И вовремя это не починил. То есть мой адвокат, которого я дал, этим занялся, сумел доказать, что на этом месте уже падал человек и подавал в суд на город. И в результате мой адвокат получил для пострадавшего максимальную компенсацию, которая составила 250 тысяч долларов. То есть четверть миллиона. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, просто как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. 718-256-5610. Запишите в свой мобильный. Всегда носите с собой. Не дай бог, любая травма при любых обстоятельствах всегда имеет смысл проконсультироваться с адвокатом, а я вас таким адвокатом немедленно свяжу. Спасибо от имени Ольги, и мы успеваем принять вопрос Антона. Антон, милости просим к микрофону. Майкл, мою внучку сбила машина, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. И когда приехала полиция, водитель этот стал оправдываться тем, что внучка бежала через переход, и он не успел ее заметить. Можно ли что-то сделать в этой ситуации? На мой взгляд, этот водитель на 100% виноват. Неважно, бежит человек по пешеходному переходу, медленно идет, с вокером идет, на костылях идет, может остановиться даже по какой-то причине. Даже красный свет уже горит, а пешеход все еще идет, а водитель все равно обязан пропустить пешехода. Если водитель едет по дороге, а пешеход переходит дорогу по нерегулируемому переходу, то там, где нет светофора, водитель обязан остановиться и пропустить пешехода. И если он не пропускает, то он на 100% виноват. Иногда бывает, что этот переход, нету зебры, а просто это край перекрестка. Все равно это является пешеходным переходом, и все равно надо пропускать пешеходов. И я не сомневаюсь, что в этой конкретной ситуации мой адвокат сумеет для вас получить, для вашей внучки максимально возможную компенсацию. Приведу такой пример. Ко мне обратился мужчина, который в Бруклине переходил дорогу по пешеходному переходу. Петофора там не было, был знак «стоп». Водитель остановился на знаке «стоп», пропустил машину, а после машины поехал и сбил пешехода. А полицейскому объяснил, он же остановился, говорит, на знак «стоп» и пропустил машину. То есть выходит, что он совершенно не знает правил дорожного движения. На знаке «стоп» он должен останавливаться, пропускать машину. Потом он может ехать, если нет пешехода. Пешеходы всегда имеют право на любом перекрестке. Особенно, если там нет светофора. То есть если только у пешехода горит красный свет, тогда да, тогда машина имеет преимущество. Во всех остальных случаях имеет преимущество пешеход. И продолжать движение можно только в том случае, если водитель уверен, что пешеход не пойдет на 100%. Если не уверен, должен стоять и ждать. Во всем мире все останавливаются, а у нас почему-то в Бруклине пролетают, не пропустив. Очень часто сам был этому свидетелем. Так что, не дай бог, что-то подобное происходит. Просто как можно быстрее обращайтесь в мою службу. А вот этот человек, которого, так сказать, сбила машина, и там, несмотря на то, что он там пытался оправдаться полицейскому, все равно мой адвокат получил максимум, хотя там не было переломов никаких, но он все равно получил максимум 25 тысяч. У водителя-виновника была минимальная страховка, он ее всю полностью получил. Так что я еще раз хочу напомнить свой телефон. 718-256-5610. 718-256-5610. Или на любом интернете, на телефоне, где угодно, набираете одним словом Michael Brook. Brook пишется b-r-o-o-k.com. И там есть все мои координаты, и можно даже текст прямо с веб-сайта посмотреть. Еще раз, 718-256-5610. Всем желаю здоровья и хорошего настроения. В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Michael Brook, начальник бюро расследований, несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 2-5-6-5-6-10.